Дети посадили котенка в коробочку и принесли к доброму волонтеру. Детям сказали, идите, там добрая тетя, любит животных и берет к себе всех. Они так и сделали. Это же дети посадили котенка в коробочку и принесли к доброй тете Люде Чернецкой под ворота. Вот чего взяли, что я добрая? Да я бы убила тех советчиков, которые разбрасывают по поселку животных. Но делать нечего, не орать же на детей. Я взяла коробочку, сказала пока и зашла во двор. Рассказывают про свое неожиданное приключение хозяйка сельского мини-приюта Людмила Чернецкая. Теперь знакомьтесь, это Буся. Еще одна ненужная кошачья душа, которых на поселке очень много. Девочка сильно напугана и истощена, так что очень сложно сказать, здоровая она или просто очень худая. Пока, как всегда, просто за ней волонтер понаблюдает и попытается откормить. Выглядит она, конечно, не очень, но вообще кошечка красивая, с большим, как говорится, потенциалом. Так что думаем, что счастливый билетик для нее вполне возможен. Кошечка, конечно же, не стерильна. Что еще ожидать от этого поселка? Также приют не откажется от корма, паштетиков и любых других продуктов. Животных очень много. Продукты питания нужны всегда. Но не хочется сегодня с вами как-то прощаться на какой-то такой сомнительной нотке. Поэтому хотим немножко позитивом разбавить наш блог и поделиться с вами приятной для нас новостью. Думаю, вы с нами разделите это счастье. Пес-пират наконец-то смог улыбнуться нам в камеру. Мы очень смеялись от всего этого. Бывают истории про известных фотографов, экспериментаторов, экстремалов, не знаю, которые ездят по всему миру, то в джонгли, то в пустыне, чтобы сделать кадры опасных моментов, запечатлеть хищника, прыжок зверя, погоню с антилопой, ну и так далее. Что-то похожее, только в уменьшенной версии, на сельском мини-приюте Людмила Чернецкая. Связано это с псом по кличке Пират. Подобно опытным путешественникам и фотографам дикой природы, которые могут неделями следить за животными или пропадать в поисках хотя бы его следов, живет и хозяйка этого приюта. Пес-пират стал неуловимым для людских глаз. Он редко попадает в кадр, да и особо не позволяет себя снимать. Помните, как в прошлый раз волонтер украдка его фотографировала, а потом стремлав убегала с его вольера. И вот вам свежие кадры. Наш пиратик, наш маленький мальчик на КГТК-70. Мы даже очень удивились, как же так, он явно весел, смотрит в камеру, никого не прогоняет и кажется даже не прочь присутствию гостей. Думали, дело в какой-то, ну очень вкусной вкусняшке. А нет, оказалось, что парню хорошо, сытно и погода чудесная. Ему захотелось поиграть. А тут еще пришли ему на зиму будку утеплять, малыш вообще расцвел. Меркантильный, конечно, немного парень, но что ж, мы любим его и таким.